Вектор в эфире Вектор согласился с нами на интервью в довольно тяжелое время для Украины. Я вас благодарю. Я со своей стороны хочу поприветствовать в вашем лице всех силовиков Украины, которые сейчас воюют на фронте. И сразу, если можно, обратимся именно к этой теме. Визит Байдена в Киев, который имел пропагандистское значение и имел в том числе значение в плане поддержки Украины. Как он повлияет на дальнейшие действия с вашей стороны? Повлияет ли вообще? Это был месседж для Украины или это был месседж для мира? Вот это чисто аналитический вопрос. Да, да, да. Понял. Приветствую вас в студию. Рад быть с вами. Это очень приятно. Это большая честь для меня. Давайте, по сути, для нас визит президента Байдена, он был, ну, скажем так, неожиданным. Действительно неожиданным. Никто не ожидал его. Лишь только за пару часов до того, как он непосредственно появился в Киеве, мы поняли, что что-то происходит. Образовались многочисленные пробки, многокилометровые в Киеве. Что-то не похоже было на стандартную ситуацию. Да, ожидали делегацию из Израиля, что-то еще. Но все поняли, что меры безопасности настолько сильные, что что-то, что-то не то происходит. Поэтому, ну, то есть, когда уже Байден появился, его проявили по центральной площади. Ему показали образцы. Президент Зеленский, когда проходил по площади, показал ему образцы российской техники, которая была уничтожена в первые дни войны. Ее привезли, свезли. Показали там танки стоят, какие-то бронированные машины, пехоты. Еще что-то. Каждому лидеру иностранному эту технику показывают, чтобы показать, как это все выглядит вблизи. Одно дело, когда ты читаешь репорты своей разведки, как украинская армия сопротивляется, когда ты видишь десятки часов видео, как уничтожается техник, это одно. Но когда ты видишь вот эту махину, вот этот десятки тонн стали, которая просто разорвана, да, там изнутри, сожжена, ты понимаешь, какая сила. А когда еще президент Зеленский говорит, уважаемый господин президент США, а вот этот вот танк был сожжен благодаря одной из ваших установок противотанков, которые передали джавелин, еще что-то, что серьезно, да, то есть мы просто должны понимать, насколько это работает, насколько это сильно, эмоционально, какая гордость у президента США, вы распираешь, что это все-таки мы, да, мы, наша экономика создала что-то, что уничтожило вот эту технику, это действительно гордость. Теперь по сути визита. Да, там он привез с собой деньги, анонсировал помощь почти на полмиллиарда долларов и в первую очередь показал, что президент США с Украины, он не боится приехать в город, да, сразу скажу, сейчас тьфу-тьфу-тьфу, благодаря нашим военным обстрелам Киева стало намного меньше, то есть они были раньше серьезными, но тем не менее президент первой страны мира не побоялся, приехал, преодолел тяжелую дорогу. Даже для молодого человека, представьте себе, вы летите из Соединенных Штатов, это джет-лэг, там, по-моему, 7-часовых поясов, садитесь в Европе, потом едете на поезде, понятно, что там для него закрывали все остальные маршруты, то есть зеленый свет только его поезд был, но все равно тяжело, ну, человеку в возрасте он приехал, показал, что с Украиной, и я больше чем уверен, что когда президент Байден вернется в Соединенные Штаты, это будет новый импульс для поддержки Украины, то есть когда он рассказывает, что он видел лично, то есть не то, что он видел по телевизору, я был в Киеве, я видел Зеленского, я видел его команду, я видел людей, у которых горят глаза, я видел сожженную технику, которая сожгла наше оружие, вот давайте двигаться дальше, я уверен, что это будет импульс для ВПК Соединенных Штатов, увеличение количества снарядов, разных ракет, разных разработок, это увеличение бюджета на следующий год уже военного, и так далее, и так далее. Понятно. Ощущения, которые остались в Киеве после приезда Байдена, я понимаю, что это нечто вроде эйфории для людей, просто для обычных жителей, то есть очень важная дата у нас, да, у нас очень важная дата с точки зрения, это день начала агрессии, точнее, утро начала агрессии, будет скоро, и по факту для меня это было, с точки зрения нашей, это очень сильный и хороший ход для поддержки, потому что год мы через войны проходили, когда война уже пересекает вот этот какой-то рубеж, когда уже ты не на недели, не на месяцы, а уже по факту на годы это как бы депрессию может вызвать, но этот визит, я думаю, вам поможет с точки зрения массового сознания, особенно для людей, которые были на грани. Тем более, что мы замечаем в Армении, так сказать, российский пропагандистский информационный ресурс работает, и мы видим вот то напряжение, которое нагнетается. Вот вся вот эта информационная война относительно того, что вот сейчас вот этот бункерная моль объявит всеобщую мобилизацию, и со всей галактики слетятся все черные силы, и вот это вот все полмиллиона, и сто тысяч пятьсот зеков, и все остальное. И, как оказалось, наступление две недели как началось, но там ничего не происходит. Что, 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 во что вылилось вот этот очередной пшик? Что мы реально потеряли, что мы реально приобрели? Знаете, я вам скажу такую вещь. Да, действительно, вы рассказываете, как показывает российская пропаганда у вас. Я вот слушаю, действительно, вау, что серьезно, что мод собрать, то действительно какой-то посыл дают. А потом там делается такое, так, секундочку, секундочку. Так, спокойно, спокойно. Смотрим, как это у нас было в феврале-марте 22-го года, когда российская власть, ну, то есть, да, вторглись, да, вторжение, Киевская область, а уже там где-то окраины Киева бои идут. И президент, или глава, вернее, Чечни Рамзан Кадыров оглашает, что вот мы отправляем огромное количество чеченских военных для участия в этой войне в Украине. И показывают несметные полчи, все в черном, все с бородами, в балаклавах, с пулеметами, огромное количество машин, флаги. И я вам скажу так, у определенного процента населения Украины опустились руки. То есть была такая аура, да, у чеченских боевиков, что все, вот они, вот все, это просто головорезы, приедут, всех вырежут. Ну, не скажу, что испугались в Украине, но какое-то такое было бессилие. Ну, все, да, пропало. Но нас, ну, не то чтобы спасло, а очень сильно мотивировало видео от одного, я его просто запомнил, он у меня постоянно перед глазами, от одного из чеченцев. То есть не кадыровцев, а именно чеченцев, которые воюют в батальоне шейха Мансура в Украине. И он сказал, что не нужно бояться. Они такие же мужчины, как и вы, только бородатые. Или такую фразу, будем брить. И на заднем плане хохот, там военные стоят. То есть это очень сильно смотивировало. То есть вот эта вот картинка, которая создавалась о непобедимости, что они могучи, сразу же улетучилась, сразу же разорвалась. Это очень понравилось нам. По пропаганде. Она действительно работает. У нас, слава богу, ее нету. У нас нет ее. Не в официальной, не полуофициальной, потому что у нас нет российских каналов вообще. У нас российские СМИ, вы просто так на них не зайдете. Вам нужен VPN, чтобы зайти почитать. Вот, например, я открываю Твиттер, у меня вылезает какая-то новость. ТАСС, я не могу зайти, мне нужно зайти через VPN, чтобы прочитать эту новость. Меня заинтересовался, она касается Украины. У вас действительно тяжелее, потому что если пропаганда льется, создается эффект массовости, что Россия везде, вот она собирает огромную армию, мы эту армию уже увидели в феврале месяце. Поймите, в феврале 2022 года к нам зашли лучшие из лучших. Вот все, что самое лучшее было в Российской Федерации, самые лучшие морпехи, ВДВ, спецсура, летчики, все это к нам уже зашло. Танковые дивизии, там, Кантемировская, еще что-то. Их уже нету. Или вообще их нету от слова совсем наглухо, железобетонно. Либо они настолько порезаны, разорваны, что сейчас они находятся на докомплектовании чмобиками, частично мобилизированными российскими гражданами, которые сейчас приходят на воинскую службу. Да, теперь их там становится больше, но лучше от этого они не стоят. И самый большой вопрос, который вот хочу, чтобы ваши граждане задавали себе, там, россияне, которые вдруг увидят, которые вот мы сейчас победим, задайте себе вопросы. Хорошо, если вы показываете, что у вас официальные потери в Российской Федерации, где-то там на уровне 15 тысяч человек, при том, что у вас армия была 900 тысяч сейчас, сейчас там за миллион, да, количество увеличивать, а зачем нужна вам мобилизация? Зачем мобилизация, если у вас всего лишь 10 тысяч человек потери? Зачем? Ну, если вы так справляете, зачем вам мобилизация? А мобилизированные должны спрашивать, ребята, а где же армию? Почему берут нас? А где же профессиональные военные, которые годами учились воевать, стрелять, убивать, а тут теперь берут нас? Водителей маршруток, менеджеров по продажам, строителей, прорабов, безработных, айтишников. Почему идут эти люди? Задавайте себе этот вопрос. Теперь, потому что на фронте. Да, мы сейчас видим, мы ожидали долгое время, наступление, не могли понять, где оно будет, но сейчас, в последнюю неделю, мы фиксируем, что идет такая волна, импульс именно на востоке. Вот там, где у Российской Федерации более-менее получается наступать, вот туда они добрасывают своих военных. Это Угледар, это Солидар, который они взяли, это Бахмут, который они не взяли в 7 месяцев 2-я армия мира, на секундочку, да, как они себя позиционировали. А где же Бахмут? Город с населением порядка 10 тысяч человек. И это армия, которая рассказывала, что она будет мыть ноги в Ла-Манше. Не смешите мои Искандера, да, как вы говорите. Понятно. Сейчас, на самом деле, у нас ситуация такая, что вроде уже нет таких упертых, которые уверены, что Россия побеждает, но в то же время нет уверенности в обратном. То есть нет уверенности в том, что Украина сможет выйти из этого конфликта победительницей. Для нас принципиальным является вопрос признания границ 91-го года. То есть потому, что у нас собственная война здесь, и Азербайджан на данный момент является, ну, так сказать, по... как бы это сказать, по определению Европейского Союза и Америки, они являются страной-агрессором-оккупантом, они на территории Армении. Сейчас здесь европейская миссия, то есть у нас уже... Она называется невооруженной, она не гражданская, а невооруженная, потому что там силовики уже стоят. То есть для нас именно выход на 91-й год, это принципиально. Но в то же время в армянском обществе нет уверенности в том, что Украина сможет это обеспечить как бы то ни было, либо дипломатическими, либо военными способами. Что вы на это скажете, как вы опишите ситуацию? Я вам скажу так. Никто не может сейчас сказать на данный момент, как ситуация развернется. То есть есть такое понятие черный лебедь, непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на ситуацию, на ее развитие, как с одной стороны, так с другой стороны, так в динамике, так остановить ее, так ускорить ее или развернуть вообще в другую сторону. Или, как я говорю, когда там двое играют в шахматы, да, там черный лебедь может вообще эту шахматную доску перевернуть и все фигуры разлетятся. На данный момент Украина достигла какого успеха? Была остановлена Российская Федерация. То есть вот эта огромная армия с самым современным оружием, с самыми современными ракетами, она была остановлена, она не смогла продвигаться дальше. То есть ее ценой титанических усилий реально остановили. Была остановка, потом был период, когда Украина смогла вернуть себе два региона. То есть сначала, я вам скажу, напомню, президент Зеленский еще летом анонсировал, что мы будем освобождать единственный областной центр, который захватил Российскую Федерацию в ходе этой полномасштабной войны. Это город Херсон, южный город. Он был захвачен, он анонсировал его. Я это расценивал как большую и очень успешную операцию по дезинформации Российской Федерации. То есть, когда президент Зеленский прямо выступил, дал приказ, освобождаем город Херсон, это привело к чему? Что российские военные купились на эту уловку, согнали в город действительно свои отборные части. Там и морская пехота была, и ВДВ, и там разный спецназ, собрались в других регионах. В это время наши военные увидели слабую, слабую оборону в одном из направлений. Это Харьковская область, это север, которая граничит Российской Федерацией. И ударили туда, и три дня, три дня российская пропаганда молчала вообще от слова совсем. Одновременно был вой военкоров. Как так? Что же происходит? Почему мы отступаем? Российская пропаганда молчала, не знала, как ответить. Было освобождено значительное количество территорий. Там есть инфографика, можно увидеть, что там серьезно, очень серьезно освобождено было. И только на третий день пропаганда что-то там родила, про жесть доброй воли в таком духе, перегруппировку, приняли решение спасти жизни военных, переместились. И вот после освобождения Харьковской области начался у нас полномасштабный ракетный террор нашей гражданской инфраструктуры. Если до этого как бы воздерживались от обстрелов энергетических объектов, то вот после освобождения Харьковской области начало прилетать стабильно. И вот тогда, когда были первые удары по теплоцентралям, по подстанциям, я увидел реакцию в соцсетях россиян, которые ура, вот это укропом насыпает, теперь в каменный век, добро пожаловать. И вот сразу же все напряжение в российском обществе о том, что как это так, мы оставили захваченные территории, сразу же растаяло, сошло на нет. Теперь они радовались все тому, что украинцы сидят без света. Да, были непростые моменты, были там блэкауты, там по 17 часов, там 17 часов не было ни электричества, ни воды, ни тепла, было трудно, но сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, мы всю эту ситуацию выровняли, наши коммунальщики, это просто лучшие из лучших коммунальщиков, которые есть сейчас в этот период времени, под обстрелами делают, возобновляют, ну хорошо, окей, не было там два часа света теперь, ну хорошо, это все, на что вы были способны, вот эти ваши ракетные обстрелы, ну ребят, мы в этом вас победили, теперь, после того, как я увидел, как освобожден был город Херсон, то есть, когда его освободили, да, там, не будем сейчас детализировать, что там происходило, потому что это предмет обсуждения после войны уже, но это был импульс для наших западных друзей, я действительно это увидел, в Соединенных Штатах Америки, когда приехал туда Владимир Зеленский, я увидел поддержку в глазах Соединенных Штатов и их уверенность в том, что Украина сможет забирать свои территории, сначала остановили россиян, забрали один регион, забрали областной центр, да, еще много чего остается под оккупацией, но есть перспектива, и американцы с европейцами видят эту перспективу, мы видим это все, почему? Увеличиваются бюджеты военные, увеличивается финансирование армии, натовское увеличение производства количества снарядов, разного высокоточного оружия, то есть это делается в первую очередь для нас, поэтому я уверен, что мы справимся, да, на каком-то этапе это будут дипломатические переговоры, но пока сейчас это только военным путем, то есть мое личное видение такое, выйти на границы 24 февраля 2002 года, это раз, это этап один, второе, мы собираемся там в Рамштайне, не знаю, там будет 15-й Рамштайн, 16-й Рамштайн, сверяем часы с нашими друзьями западными, готовы ли вы с нами двигаться дальше, что нам для этого нужно, идем в Донецкая область, в Луганская область, Крым остается на потом, я не разделяю излишнего оптимизма, что Крым надо сразу, Крым это на потом, учитывая его географическое положение, текущую ситуацию, то есть я думаю на потом, и Крым будет решаться где-то процентов 30 военным путем, все остальное, это будет дипломатическое давление по всем фронтам, я думаю, что на каком-то этапе мы выйдем на финишную прямую с Крымом. Вот оно как. Вот это очень интересно, кстати, я вам так скажу, с этого момента я вынужден буду говорить об армяно-украинских отношениях с точки зрения тысячелетней истории, потому что Крым это один из очагов армянской эмиграции, где-то века с десятого, то есть это после падения Анийского царства, здесь, в общем, древняя история, и по факту Крым был, ну тогда это было визуалитийско-генуэзским, так сказать, владением, чисто христианским, а армяне там в городское население сидело много, у нас там были рукописи, монастыри, где рукописи, то есть Крым для нас это такое родное место, так сказать, Айвазовский, которого недавно почему-то назвали теперь уже украинцем, то есть в Метрополитен его все никак не могут определить, он тоже крымчанин, но для меня был сюрприз, что вы рассматриваете Крым на потом, потому что у меня есть убеждение, что тот, кто владеет Крымом, на самом деле владеет Черным морем, и у меня есть внутренняя неуверенность в том, что западные партнеры, наши общие западные партнеры, вам Крым на потом оставить не дадут, вот у меня скорее ощущение, что они Донецк, Луганск на потом оставят, чем позволят Крым оставить под Россией. А я попробую пояснить вам, смотрите, дело в том, что я отталкиваюсь от позиции не военных американцев, да, там есть американские военные, которые говорят, что да, Крым мы сейчас сделаем, заберем, но давайте будем говорить прямо, и у вас в стране, и у нас в стране, в Соединенных Штатах Америки над военными есть политики, как ни крути, есть политическое руководство, и по крайней мере на данном этапе, вот сейчас мы когда с вами говорим, на данном этапе я не вижу, мягко говоря, оптимизма у наших западных друзей, там, американцев, по поводу Крыма, вот как бы с Крымом они очень сдержанно, так, Крым, по секундочку, сейчас подождите, сейчас разберемся, сейчас у вас есть, что освобождать, пока, потом дойдем, возможно, когда вот мы сейчас двинемся, будем освобождать, там, Херсонскую область оккупированную, Запорожскую, ситуация изменится, да, там, что-то сломается в политическом руководстве Российской Федерации, и тогда наши американские друзья, о, все, ситуация изменилась, все, теперь идем в Крым, да, начинаем с Крыма, Донецк, Луганск, на поток, но пока, вот на сегодняшний момент, я вижу, то есть, вот такую вот последовательность. Понял. Что-то общее у нас действительно есть, это политическое руководство, которое, несмотря на очень хорошее отношение на уровне межличностном, национальном, там, в принципе, огромная община в Украине, очень много украинцев сейчас здесь, все хорошо, но на политическом уровне все как-то скачет не туда, или скачет медленно, или вообще не скачет. Что с этим делать? Как с этим работать? Какова может быть роль вот таких вот наших отношений? Да, политика, это всегда сложно. Смотрите, вот, например, например, в Украине часто возникали такие вот истории, ну, возникали, как бы, это неофициально, ни в коем случае, нет, не было никаких обвинений, были просто непонимания, почему, например, Израиль не помогает Украине, почему вот такая ситуация, ведь Израиль тоже в окружении врагов, все так плохо, почему так активной поддержки, почему так вяло все, почему нам не дают железный купол, Израиль не разрешает экспортировать в Украину разное вооружение, которое он произвел, находится, например, в Швейцарии, Германии, то есть не дают свое согласие на перемещение. Мы понимаем, какая геополитическая ситуация сейчас у Израиля, понимаем, какая геополитическая ситуация у Армении, все так просто, понимаем, насколько тесные экономические связи у каждой страны по-своему, есть то, что мы видим, да, айсберг политический, ну, понятно, вот это понятно, там, здесь враги, здесь не враги, а есть же еще, там, не верхушка айсберга, а там, глубина этого айсберга, как все завязано, на кого, на давние связи, кто-то кому-то обязан, там, кредиты, долги, не нарушить баланс какой-то, я понимаю, что нельзя сказать, там, ой, давайте вот так вот сделаем, и у вас все получится, или вот это не делайте, и все будет хорошо, даже у Украины все очень сложно, все очень непросто, там, мы на запад ориентированы, нельзя кого-то обидеть, нужно быть очень аккуратными в своими шагах, действиях, и вот к чему я ввел к Израилю, да, как, например, не все герои носят плащи, вот Израиль, например, помогает Украине неофициально, вот есть слухи, да, что Израиль передает нам разведывательную информацию, но не прямо, а там, через, там, третьи страны, но все-таки мы получаем, потому что Израиль боится нарушить ту шаткую геополитическую конструкцию, которая сейчас есть, вот они бы хотели вокруг себя это сохранить, понятно, что вокруг Армении тоже, очень непростая ситуация, там у вас много соседей, у каждого свои амбиции, у кого-то империалистические амбиции, у кого-то еще какие-то амбиции, очень трудно совладать, я не берусь комментировать ваших политиков, потому что я, знаете, прежде чем начать критиковать, поноси ботинки этого человека, а потом уже вот рассказывай, да, что тебе нравится, а что тебе не нравится. Понятно, критиковать, ладно, допустим, критиковать, я согласен, что мы не будем, потому что смысла я в этом не вижу, критика вот на таком экспертном уровне, она интересна, когда все на мази, там нормальная демократия, средства массовой информации работают, единственное, что тебя беспокоит, что у тебя кофе, не той теплоты подали в кафе, но у нас как бы война по всем фронтам, поэтому давайте представим ситуацию завершения всего этого. Для меня и в принципе для экспертного сообщества в Армении однозначно, что Россия должна быть полностью заменена в экономическом плане, экономический план, о котором вы говорили. И здесь очень часто мы пальцем показывать нехорошо, но киваем на Украину. И вот в смысле, именно с этой точки зрения, возможно, невозможно, как вы это видите, что для этого надо делать уже сейчас? Ну и в том числе, конечно, чтобы заменить Российскую Федерацию именно для Армении или вообще? Для Армении. Геополитически. Для Армении в экономическом плане. Ну, смотрите, да, Украине это очень тяжело дается. До сих пор, я вам не открою большой тайны, но осуществляется транзит через Украину сейчас, да, российского газа в Европу. Как бы это ни звучало дико, но это есть, это продолжается. Я понимаю, что Россия за вот эти вот свои годы, 20 лет пока Путину власти даже больше не создавали свой, без преувеличения, это не гипербола, это не фигура речи, газовый спрут. То есть пытались Европу очень сильно насадить на эту газовую иголку. Это все есть. Вы меня слышите? Да, да, я вас слышу. Да, 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 просто прерывалась немножко связь. Я понимаю, что Армения тоже зависит от энергоресурсов Российской Федерации, потому что в Российской Федерации большие деньги, и большими деньгами можно там и покупать, и давить на экономику стран, которые поменьше, да, меньше численность. Мне кажется, что для вас, ну, как для начала, хотя бы начинать поиск альтернативных путей энергонезависимости, то есть там у соседней страны какие-то газопроводы отдельные, чтобы они зависели там, не знаю, на 90% от Российской Федерации, чтобы уменьшать эту зависимость, чтобы делать себе баланс, например, газовый, баланс электроэнергии, если вы себе создаете там теплоцентраль, если это позволяет экологическое законодательство создавать, если это не позволяет наладить импорт из других стран, то есть даже в случае чего, если какие-то серьезные провалы в международных отношениях, чтобы вам не могли закрыть сразу электроэнергию, чтобы у вас не было блэкаута, чтобы вам не могли обрезать газ, да, там где-то давление не упадет, но за счет того, что вы берете там из разных стран, из разных источников, перекупаете, у вас есть возможность сюда балансировать. Это у нас уже есть, как ни круто. Я вам, секундочку, я только раз добавлю. Это армия. Армия, да. Это вот то, что вот вопрос, не знаю, номер два или номер один, тут уже что политик выбирает, экономика или армия, но она все идет вместе. Современная армия, то есть тот конструкт, который Европа пыталась сделать, это маленькая профессиональная армия, которая принимает участие в ограниченных боевых действиях, потому что летают беспилотники типа Байрактар, да, он условно такие, или Грей Игл американские, работают хакеры, и в принципе спецназ, маленькая армия, дозачищает на земле, да, помогает. Но, как мы видели, это не работает, и европейцы поняли, что это тоже не взлетает, нужна большая армия, нужно огромное количество боеприпасов, огромное количество техники, технику нужно прятать под землю, склады с боеприпасами прятать под землю, производство оружия прятать под землю, то есть как кроты, в прямом смысле, зарываться под землю, потому что в случае вторжения, в случае военного конфликта, объекты будут первыми на уничтожение, в следующем будет инфраструктура, поэтому вот такой вот порядок действий. Понял. Это очень полезная, интересная информация, которую я обязательно буду обсуждать с нашими экспертами, которых периодически пытаюсь вытащить на откровенный разговор для народа. А с точки зрения экономики, насколько серьезный ущерб нанесла война металлургии, там, добывающим и обрабатывающим отраслям, я к тому, что можно ли ожидать, что Украина будет переформатироваться и в каком-то вроде поменяет свою направленность для мировой экономической системы? Я понял ваш вопрос. Да, действительно, вот та часть Украины, на которой сейчас происходят самые жесткие боевые действия, там действительно расположено сердце украинской металлургии, ну, в большинстве своем. Это вот Мариуполь, огромные предприятия, которые производили огромное количество металла, это Донецкая область, там еще было большое количество шахт, уголь, металл, производство, Луганского. То есть сейчас они для нас закрыты. Поэтому как два магистральных сценария я рассматриваю следующее. Когда закончится война, возможно восстановить эти предприятия с нуля. То есть дать разрешение иностранным транснационным корпорациям, как это сделали в Сингапуре после обретения независимости, зайти в страну, создать им льготные условия там 10, 15, 20 лет. Пожалуйста, с нуля стройте современные заводы, которые занимают меньше места, более environment friendly, то есть тужественные для окружающей среды. Потому что мы знаем, что наши старые предприятия, например, мариупольские металлургические предприятия, это Советский Союз, это жуткий вред экологии, это просто рыжий снег, рыжий дым, это все. Сейчас предприятия намного эффективнее, намного аккуратнее, намного меньше, это все очень хорошо. То есть можно вот так пойти, а можно пойти, как вы говорите, это переформатирование Украины, больше, например, IT. То есть создать, там, условно, условно, аналог Кремниевой долины, как там много об этом говорится. То есть это безвредно для экологии, это создают дополнительные рабочие места, это действительно генерация большого количества денег, потому что IT сейчас востребовано, больше сервисов, да, создается. Можно сюда пойти, можно пойти в аграрную сферу, хотя Российская Федерация так унизительно говорит, ой, аграрный предаток. Секундочку, почему-то же мы не называем, там, вкусный ресторан, где вкусно кормят, аграрный предаток. Мы называем это шикарный, вкусный ресторан, мы идем туда с удовольствием, мы хотим поесть, мы хотим выпить вкусного вина, мы хотим съесть вкуснейшее мясо, но мы же не называем это предаток какой-то. Поэтому я думаю, что за этим тоже будущее, это можно делать. Окей, понятно. Снова вернемся к довольно такому неприятному аспекту, ну, как бы, это не то, что аспект армяно-украинских отношений, это антураж, который активно создается Россией и Азербайджаном, то есть, идет вброс, постоянный вброс, о том, что Украина и украинское общество, это общество на негативно, так сказать, настроенные против Армении, настроенные проазербайджанские, это не только вот эти дурные истории про фосфор, который все Москомину набил, это и попытки вот в прошлом году, где-то в начале марта, история о том, что как будто, там, я не знаю, Армения передала свои истребители России, весь атомный авианосный флот из Савана, вот все передали туда, то есть, вот вся вот эта, ну, жуткая волна, которая идет, она, естественно, здесь оставляет след. Я вам скажу, каждый раз я делаю какие-то вот такие встречи, дискуссии делаем с украинскими экспертами, с ребятами, то есть, а в комментах идет, вот вы так добро к ним относитесь, а вы почитайте, что украинские комментаторы пишут под нашими видео. То есть, это ведь понятно, откуда уши растут, но что с этим делать, и просто, я хочу, чтобы вы, вы тоже сказали о том, как на самом деле украинское общество относится к Армении и Армянам, и это нормально, в смысле, говорите как есть, то есть, для меня никаких запретов нет. Я понял, я понял. Смотрите, честно, вот удивительно слышать вот такие вещи, что как-то могут относиться к другой нации, не потому, что вот там я сейчас вот с вами в эфире, я вот там должен какой-то комплимент сказать, но ни в коем случае, никаких комплиментов, я вам искренне говорю, что вот ни разу, вот искренне, я со своим окружением, со своими знакомыми, товарищами, с коллегами по работе, я ни разу не сталкивался с какими-то фактами или случаями, когда в Киеве, я не скажу там за все регионы, не знаю, там всякое может быть, ну оставляем, действительно, может быть, но в Киеве, чтобы кому-то киевляне сказали там, слышишь ты, например, ты армяш, они оскорбили, я этого ни разу не слышал, или какую-то другую нацию, то есть независимо от того, или, например, армянский флаха сняли, растоптали, ни разу искренне такого не было, я даже в своей ленте фейсбука такого не встречал вообще от слова совсем, даже какие-то жалобы или какие-то антиармянские настроения, то есть, пожалуйста, все приезжают, все находятся здесь, я вам скажу даже больше, даже люди, которые говорят по-русски, то есть россияне, которые сейчас есть в Киеве, которые находятся, их никто не бьет, на них не нападают, они спокойно находятся здесь, я имею в виду, вот, например, Илья Пономарев, который, бывший депутат Госдумы, который выступил против аннексии Крыма, он в Киеве, там, ну, приезжает, уезжает, там много других людей есть, на них никто не нападает, их не бьет, да, там разные могут быть ситуации, там, где-то там, на окраине города, но таких настроений, ну, сто процентов нету, мы же помним, как в Москве относятся ко всем, кто не из Москвы, вот, помните, там, ты, там, такой-сякой, там, ну, там, кто из Средней Азии приехал за Кавказе, мы же видели эти вещи, в Украине, я уверенно говорю, такого нету, я такого не видел, я с таким не сталкивался, ни по своей работе в органах безопасности, ну, ни разу, наоборот, когда приходило какое-то сообщение, что где-то какой-то гражданин пострадал, иностранного государства, независимо, это Армения, это был, или армянин, или литовец, всегда было пристальное внимание, а на какой почве, что произошло, если это политика, все, это капец, это караул, срочно разобраться, потом разбираются, там, какая-то, там, кража, кража этого, кошелька было, все-таки, фух, слава богу, хоть не политика, то есть, политика, это вообще страшно, а если что-то происходило, на, вот, основе, там, неприязни, расовая, да, то это все, это докладывалось наверх, на это очень сильно реагировали, и продолжают реагировать, поэтому, я считаю, что это пустые опасения у ваших граждан, пожалуйста, не ведите на российскую программу, они покажут свои нарративы, вот, скорее всего, так и есть, я вот, мы как бы завершаем, и по времени, чтобы уложиться, здесь у меня возник вот такой вопрос, вчера, вот это бункерное существо, отменило один из своих указов, 12-го года, информация прошла о том, что там, один из пунктов, это Молдова, это относительно того, что решение Приднестровской проблемы, должно быть решено, в рамках сохранения, молдовского суверенитета, и территориальной целостности, в общем, там один из пунктов, я не знаю, вы встречали или нет, я почему подводку делаю, я бы хотел, чтобы этот вопрос, ну, этот большой, на самом деле, вопрос, там огромные пункты, там не только Молдова, там и Карабахское урегулирование, там и признание страны СНГ в границах 91-го года, там огромный вот такой путь, надо пройти, все это прочитать, я вам, ну, грубо говоря, я даю пас вам, как представителю экспертного сообщества, я бы хотел, чтобы в ближайшее время, мы бы что-нибудь устроили, какое-то обсуждение, и заново все это поняли, что это было, то есть он отменил свой указ 2012-го года, который, в рамках которого проводилась внешняя политика Российской Федерации, там есть все, и там ядерное оружие, и ОДКБ, и шанхайское, это самое, я считаю, что это очень опасно, я считаю, что на самом деле, вот именно отмены этого указа, это то, чего мы ждали в его речи, чего он не сказал, и я считаю, что это идет заява на большую войну, согласитесь вы с этим или нет, если вы его не смотрели, то мы можем это оставить на потом, у нас есть фейсбук, у нас есть фейсбук, я понял, смотрите, я попробую пояснить вам, смотрите, да, Путин вышел, приостановил действия договора старт, это стратегическое ограничение стратегического вооружения, контроль, то есть он еще раз, он сакцентировал, он не вышел из договора, он приостановил его, в рамках этого договора, предусматривало сокращение ядерного вооружения, там до отметки 1550 ядерных боеголовок, Соединенные Штаты, Российская Федерация, и взаимный контроль над этими объектами, то есть я так понимаю, что вышли из составляющих контроля, то есть Соединенные Штаты не могут контролировать российское ядерное вооружение, ну и соответственно Российская Федерация не может контролировать, то есть не будет этих облетов, контроля, что находится, посещение каких-то пусковых центров, и так далее, и так далее, то есть вполне возможно, что Россия пытается сейчас снова распедалировать историю с ядерным вооружением, снова себя наращивать, тем более, это буквально вчера появились новости о том, что испытание ракеты Сармат, которая может нести ядерный заряд, окончилось полным провалом фиаско, опять же, неофициальное. Сармат же в Южмашии разрабатывали, нет? Прошу прощения? Сармат же Южмашевская разработка. Там, по-моему, Сатана была, Сармат, вот я не готов сейчас сказать, на каком этапе, какая локализация, но в любом случае, то есть Российской Федерации есть, что-то они себе могут делать, у них же есть там Ангора, вот такие вот космические ракеты, что они делают себе. Ядерное вооружение, 30 лет к нему никто не подходил, никто не заглядывал. Я вам приведу такой факт, когда в 92-м году американская делегация приехала в одну из воинских частей, там, где хранится ядерное оружие Российской Федерации, то один из военных российских сказал, черт тебя знает, что тут находится, мы сюда давно не заглядывали, в каком она состоянии, взлетит, не взлетит, взорвется, не взорвется, никто не знает. Теперь вам следующий пример. Соединенные Штаты Америки тратят ежегодно огромное количество денег на поддержание своего ядерного оружия, потенциала в нормальном состоянии. В среднем, в среднем, это стоит 7,5 тысяч долларов в час работа по поддержанию в нормальном состоянии. Были даже такие факты, когда американские рабочие, они вот эти шахты, они там проверяют, проводка течет, что-то 60-е годы, они приводят все в нормальное состояние, какой-то щит распределительный, он вышел из строя, все, невозможно починить, обращались в компанию производить, и говорили, ребята, вы там в 65-м году делали такую историю, пожалуйста, сделайте для нас еще ограниченный тираж. И они находили чертежи, по этим чертежам делали вот эту всю историю, для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии ядерное вооружение. Я уверен, что Россия так не делает. Сейчас понятно, что они переориентируются, уходят больше в изоляцию, то есть, постоянно выходят из каких-то договоров, там, с европейской стороны, там, больше в Азию уходят, больше обиды у них, и, то есть, такой вариант, накопить оружие, чтобы дальше вот грозить всему миру. Но здесь, я говорю, ответ кроется в технологиях. Денег у тебя может быть много, но технологий, именно ресурсов у Российской Федерации сейчас нет. И вот такой последний вам аналог, такой пример, чтобы вы понимали, о чем речь. Когда в мае месяце Российская Федерация полностью капитально уничтожила нашу нефтеперерабатывающую промышленность. Вообще, полностью. Топлива нет. Ты проезжаешь по центру Киева, ты едешь по Киевской области, все стеллы заправок пустые. Даже не горят. Все, вот там чай купить можешь, кофе можешь, заправиться нет. У тебя есть деньги, да? Ты готов прибежать на кассу, бросить деньги, заправь меня. А тебе говорят, нет, нет ресурсов. Вот сейчас Российская Федерация в таком состоянии. Деньги есть, ресурса нет. И поэтому на долгую войну я более чем уверен, что Российская Федерация не потянет, не справится. Как изоляция может быть, но не больше. На этой великолепной ноте о том, что все скоро для них закончится плохо. Я хотел бы завершить. Я снова вас благодарю за время, которое вы мне уделили. Я уверен, что это интервью было очень полезным. Я уверен, что наши зрители оценят. Я надеюсь, что мы в ближайшее время, думаю, где-то в течение ближайшего месяца еще раз с вами обговорим, потому что было очень интересно, но по времени мы зажаты. Так что спасибо вам большое. Спасибо. А со зрителями я прощаюсь. Мы встретимся еще в ближайшую неделю в рамках программы «Вектор». Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok